Помимо вот этого чувака Мамадиева, там засветился также другой преступник, разыскиваемый в самой России. И это Геремеев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова. Вот сам Кадыров у себя опубликовал видео. В том что, ты говоришь, что Кадыровцы предатели, но ведь армия России самая могущественная, как ее можно остановить силами чеченцев? Почему они предательные? Если бы предательство определялось бы силой, типа если враг сильный, то можно предать, перейти на его сторону. А если он слабый, вот тогда ты предатель. Тогда предательство не существовало бы в этом мире. Но само утверждение даже, что российская армия самая сильная, это сейчас в Украине, как бы тебе показывают, что это вообще не сильная армия. Она вообще никакая. Но это как бы не предмет разговора. Даже если представить, что на нас напала самая могущественная армия, вообще все армии мира объединились, на нас напали, перейти на их сторону и убивать собственный народ, своих вчерашних товарищей, это предательство. А почему чеченец, который снял флаг Украины, сказал, что дело давнее войны в Чечне можно забыть? Ну потому что он манкурт, есть такое понятие, все уже потерянный человек. Он забыл свои корни. Он уже как бы бесполезный, абсолютно бесполезный человек. Тебе не стыдно, что ты делаешь такую работу против России? Если в этой жизни мне и есть чем гордиться, то вот, наверное, именно этим. Я горжусь тем, что я делаю работу против России. Каждый камушек, брошенный против России, каждое слово, сказанное против России, это предмет гордости для меня. Сколько примерно чеченцев состоят патрионов на Украине? Ну, несколько десятков, это точно. Больше ли чеченцев там, больше ли сотни чеченцев сегодня в Украине, я не знаю. Ну, десятки, это сто процентов. Томсо, не в обиду, но ты немного далек, мне кажется, от военной тематики, если считаешь ВС России никчемной. Ну, либо я далек, что тоже, конечно, вполне возможно. Либо ты далек от реальности и совершенно не видишь то, что происходит сегодня в Украине, как эту российскую армию пух и прахом разносят, как они не могут всей своей мощью даже, навалившись на Украину, хоть немного продвинуть линию фронта, достичь каких-то успехов, взять под контроль более-менее значимые города, миллионники. Ну, либо я как бы далек, либо ты реально далек. В некоторых странах, например, в Латвии, приняли закон не давать ВНЖ, временное видно жительства, даже гражданам России и Беларуси. Даже тем, кто на рассмотрении находится уже в Германии, у твоего брата что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. Вообще, вот знаете, самое неприятное у всей этой истории, что мы 400 лет, как бы, страдающие от действий этой страны, России, 400 лет с ней боющиеся, до сих пор вот все наши проблемы были связаны именно с тем, что Россия нам эти проблемы создавала. И вот удивительно, сегодня, когда весь этот мир понял, что из себя представляет Россия, и когда весь этот мир теперь создает проблемы России, мы теперь тоже находимся в том же числе людей, которые получают эти проблемы. Удивительно, да, насколько мы народ такой несчастный. Вместе с этими россиянами сегодня и мы должны страдать, потому что для этой европейской общественности, вообще для всего мира, мы теперь сегодня тоже рассматриваемся как россияне, ведь у нас российские паспорта. И никто не думает о том, как у нас появились эти российские паспорта. Мы что ли их делали сами? Мы что ли хотели эти российские паспорта? Мы что ли поехали в паспортные столы России и просили им их дать нам паспорта? Или они пришли на нашу землю, как сегодня пришли в Украину, точно так же оккупировали нас и вручили нам эти свои паспорта? Просто поразительно. К чему мы теперь дальше должны вместе с этими же россиянами страдать от того, что сегодня происходит? Еще один преступный элемент нарисовался в Украине. Это убийца Аймрана Алиева, Масура Старова. Давайте посмотрим короткий ролик с его участием. Он говорит, ребята отправляются типа атаковать и даст Бог, типа они вернутся живыми и здоровыми. И вот этот человек, произносящий эту речь, никто иной, как Усман Мамадиев, убийца Аймрана Алиева, более известного в интернете по прозвищу Мансур Старый. Он был убит в начале 2020 года в французском городе Лиль. И убил его как раз вот этот вот Усман Мамадиев. Он тогда под видом его друга, то есть он подружился с ним, с Аймраном Алиевым, приехал из России. Неделю пожил у Аймрана. У него была легенда, что он чуть ли там болен раком, умирает, ему нужно лечение. Последний раз хочется повидаться со своей семьей. В общем, втерся в доверие через жалость. И затем, выманив его вместе с Аймраном Алиевым, отправившись во Францию в городе Лиль, они с ним сняли отель и в этом отеле он его убил. Я об этом делал ролик у себя на канале, кто убил Мансура Старого. Кстати, вот этот вот чувак в Феске, это и есть тот самый Усман Мамадиев, которого я вообще сейчас показал в этом видео. И вот этот преступник вполне себе комфортно проживал на территории нашей республики. Естественно, он находится в розыске, в интерполе, но его никто выдавать не собирается. Это и так понятно. И сейчас его отправили тоже воевать в Украину. Вообще, практика отправки вот этих уголовников, преследуемых сегодня в мире и в том числе в России людей, воевать сегодня в Украину, она такая очень практикуемая Кадырова. Помимо вот этого чувака Мамадиева, там засветился также другой преступник, разыскиваемый в самой России, и это Геремеев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова. Вот сам Кадыров у себя опубликовал видео с этим чуваком, а затем он уже лежит раненый, и Кадыров втирает его в какую-то вещь, и он таким образом как бы его пытается изличить. И вот что удивительно, на это так мало внимания обратили в российских СМИ, и вообще во всевозможных СМИ. Очень мало уделено внимания этому очень важному, на мой взгляд, событию, который показывает, кто на самом деле является заказчиком убийства Бориса Немцова. Вот все эти разговоры, которые были до сих пор, что якобы Путин после убийства Немцова очень сильно разобился на Кадырова, что типа Кадыров без спроса Путина, значит, убил его, что после этого Путин какое-то время не разговаривал с Кадыровым, типа не брал трубку, об этом нам рассказывала там Собчак, новая газета об этом публиковала. Вот сейчас все маски сброшены, мы сейчас видим, что все это чушь. Но если этот человек, убийца Бориса Немцова, и Путин, как нам пытаются представить, он к этому не причастен, и он вообще не рад тому, что убили Немцова, вот же все это время этот преступник спокойно жил на территории республики. И об этом знали все спецслужбы России, об этом знал Путин, но Геремеева никто не трогал, он спокойно проживал на территории республики. А сейчас он поехал воевать в Украину, и вот в данное время он уже не воюет благодаря украинским вооруженным силам, а он лежит в госпитале, лечится, получил ранение. И все спецслужбы России знают, в каком именно госпитале он лежит. И не составляет никакого труда приехать туда, значит, взять его под стражу, немножко выходить, забрать, посадить в Лефортова, осудить его за организацию убийства Немцова, узнать, кто был заказчиком. Вообще нет никаких проблем, но ничего подобного не происходит. Это ответ на вопрос, кто убил Бориса Немцова. Сколько вот таких вот тем, которые до сих пор всячески раскручивались, и возможными СМИ находились какие-то невероятные просто отмазки, какие-то версии непричастности российского высшего руководства к этим преступлениям. Сейчас это все пошло прахом. Просто уже никто не шифруется, уже никому нет дела как-то шифроваться. Все маски сброшены. Так что очень много преступников сегодня можно обнаружить в Украине. И было бы, конечно, очень классно, если бы они попали бы в руки украинским военным, живыми. И были переданы в руки правосудия для того, чтобы они понесли заслуженное наказание. Ну, а если же их утилизируют в процессе бои и столкновения, то это, в принципе, тоже неплохое решение проблемы. Это тоже наказание, которое их постигнет. Поэтому просьба к украинскому ВСУ. Пожалуйста, отправьте несколько БПЛА, Байрактаров в зону дислокации этих преступников. Отработайте, пожалуйста, весь мир. И в особенности женский народ скажет вам спасибо. Мы будем вам очень благодарны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok